Андрей Степнов в донорском кресле не впервые. Мужчина рассказывает, кровь сдаёт несколько раз в год, не только в рамках акции, поэтому сегодня пришёл подготовленным. Сдаём кровь деткам, которые после ДТП чувствуют себя хуже, чем мы. Были такие моменты, это было крестнику моему, я сдавал кровь на операцию. Вообще, да, кулю, но перед этим стараюсь не курить, и после особенно, потому что не совсем комфортно себя чувствовать. Самой процедуре предшествует подготовительный процесс. Сначала идёт проверка крови, определение её группы, а также измеряется давление донора. Мы сделаем группу крови. У каждого человека она разная. Также и иммоглобин. Смотрим, может человек дальше сдавать кровь. Если низкий, не сможет. Если в норме, то да. Чтобы не потерял сознание. 450 граммов. Так называемая физиологическая доза, говорит врач-терапевт Иван Оржанников. Столько организм может отдать без ущерба для здоровья. После процедуры, которая занимает около 15 минут, нужно восстановить силы, отдохнуть и выпить сладкий чай. При объективном осмотре учитывается анамнез, то есть какие были заболевания по жизни. Если, например, человек приболел в РЗ, и он хочет сдать кровь, то я его на данный момент не могу пропустить. Потому как есть определённый перечень, то есть не менее 30 дней от момента полного выздоровления, тогда он может сдавать. В рамках недели безопасности дорожного движения более 100 патрульных сдали кровь для детей, пострадавших в ДТП. По данным Главного управления национальной полиции, за последние пять месяцев на Харьковщине произошло 69 ДТП с детьми. 78 из них травмированы, трое погибли. Виктория Вашкевич, Юлия Семененко, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».